Вот с таким громким звоном разбились надежды предпринимателей вести незаконную торговлю и дальше на этом месте. Рынок, который располагался в прибрежной полосе Адлера, признан судом незаконным. Однако собственники павильонов продолжали доказывать свои права и не захотели убирать свои ларьки добровольно. На помощь пришли рабочие со стороны. Работы ведутся поэтапно. Сначала строители убрали ограждения рынка, а теперь разбирают кровлю и обшивку конструкции, аккуратно складывая все материалы по соседству. После чего приступят уже к активной фазе сноса. В районной администрации уже заявили, что поблажек в опросах с самостроями делать не будут никому. Равилоны будут демонтированы в полном объеме. Никто никаких индульгенций никому делать не собирается и не планируется. В прошлом году было демонтировано по таким же распоряжениям 49 объектов, а в этом году 9. Ну и процесс будет продолжаться в таком же духе. Предприниматели не мешали строителям. После того, как участок муниципальной земли очистят, его приведут в порядок и на этом месте появится сквер. Такая судьба может ждать и другие незаконные торговые объекты. Мэр Сочи предложил жителям курорта самим решать, что именно появится на освободившихся участках для улучшения комфорта городской среды. Сейчас в Сочинском списке свыше 500 объектов, которые идут под снос. В основном это хозяйственные постройки, жилые гаражи и сараи. Но есть среди них и более полусотни незаконно возведенных многоквартирных домов, где нарушена этажность здания или увеличена площадь застройки. До конца года все они пойдут под ковш экскаватора. Продолжение следует...